Всем доброго времени суток! Меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Магом и Бионергетом. В этом видео хочу вам дать простую парапсихологическую технику по проработке своих психологических переживаний, в том числе кармических узловых завязок и узловых завязок эмоциональных, которые вы набрали на протяжении своей жизни. Казалось бы, вроде достаточно простая тема и понятно, как их прорабатывают в общем плане, но все равно у людей почему-то появляется множество вопросов относительно того, как развязать все узлы, связи с другими людьми, как правильно поступить и как правильно отпустить энергии прошлых событий. Скажем, если вы пережили какие-то тяжелые события или много в вашей жизни произошло, у вас накапливается этот пласт энергии, куда же его деть? Я всегда в своих консультациях, работах обычно просто говорю, что достаточно проработать, думаю, что область психологии, парапсихологии вам ответит на эти вопросы, но, как оказалось, нет. Очень множество все равно возникает вопросов, люди не понимают. Но раз так, я вернусь тогда к этой базовой теме и вам вот эти знания передам, которые являются, наверное, достаточно простыми, настолько, что их сложно понять. Касается это нашей с вами базы понимания того, как правильно и неправильно себя вести и что такое решение своих проблем и развязывание узлов. Но в первую очередь хочу вам напомнить, хоть такая информация для новичков, но все равно повторение мать учения, хочу напомнить, что любые ваши эмоциональные переживания, которые происходят в вашей жизни на протяжении многих лет, накапливаются и образуют определенные не только застои, засоры, но вообще большие энергетические блоки. Кстати, эта тема вроде так очевидна, но на самом деле очень многие люди не понимают, как это работает, насколько это действительно влияет на вашу жизнь. И по большей части, конечно, мужчины меньше занимаются своей внутренней частотой, чем женщины. Женщины стараются эту проблему решать, но все равно мы решаем это на поверхностном уровне. И вот, кстати, здесь грань между молодостью и старостью возникает. Почему человек стареет морально? Я не говорю про физику, физика следствия энергетического состояния, которое следствует психологии, а психология следствия вашего душевного состояния. Оказывается, то, что мы понимаем старость, это по сути накопленность жизненного опыта в кавычках, но это не опыт, а скорее ваших жизненных переживаний и ощущений. Если в вашей жизни произошли события даже не сильно ужасного характера, но просто вас задевали, вы легко, чуть-чуть так нервничали и просто какие-то вот как в институте сдаете экзамены, переживаете, конечно, не сильно. Но если таких ситуаций было много на протяжении многих лет, это все накапливается, все собирается, все накапливается, все ваши эмоции, все переживания, они вот такую копилку мощную имеют. Кстати, очень многие люди потом бешено удивляются, когда в итоге вот эта накопленная энергия начинает давать свои результаты, потому что когда она накапливается, результатов никаких нет. И люди попадают в иллюзию, что якобы, если сейчас ничего не произошло от моих эмоций, то и потом не будет. Мол, я сейчас нервничаю, переживаю, ситуация прошла, я успокоился и все. И никакого наказания и кары за то, что я нервничала, мне не будет никогда, потому что я уже успокоился, ситуация прошла, но на самом деле это не так. И вот это та самая ошибка, в которую все попадают с возрастом, когда они начинают идти по своей жизни дальше. Дело в том, что все ваши эмоции, все ваши состояния накапливаются, но на определенной стадии, как вы понимаете, накопительный процесс, он имеет в себе завершающую функцию. И на определенной стадии, когда один из сосудов наполнился, этот сосуд вам выдает выплеск энергии, который реализует реальность. Значит, реализуется это по-разному, в зависимости от того, как вы переживали эти эмоции. Если у вас бурные выплески были, значит, это как-то проявится вовне, то есть какие-то ситуации создадутся. Если вы подавляли в себе это очень сильно и говорили, что этого нет, то это внутри вас соберется и выражается в заболеваниях и психических отклонениях. То есть, как вариант нарушения психики и здоровья, то самое здоровье, которое в старости нарушается, это по сути, скажем, результат всей вашей жизнедеятельности, к которому вы пришли. Понятное дело, что мы говорим обычно все болезни у нас из головы и мы заболеваем изначально изнутри, душевно и духовно. Но, по большому счету, это не совсем так с точки зрения последовательности проявления энергии. Потому что изначально некоторые проблемы у нас кармические из прошлых воплощений и ребенок с ними рождается. Иногда с детства, конечно, проявляется, если там тяжелый минус, но опять же не сразу вот эта болезнь, иногда сразу. Но иногда она проявляется лет через 20-30 вообще не связана с детством. То есть, через 30 лет человек заболевает, у него тяжелое заболевание, а это связано с его кармой, которая у него была с детства. Вопрос, почему он не заболел с детства, а заболел сейчас. Потому что, опять же, накопительный элемент. Я знаю, что некоторые дети, они рождаются с болезнями и с проблемами, но это к вопросу от того, насколько накопилось в прошлой жизни. В этой жизни все равно накапливается с детства и люди не понимают, что вот эта вот черта старения, которая у нас проводится, это, по сути, не начало старения. Вот говорится, что в 30 лет там старение, потом в 40 лет там вторая жизнь начинается, в 40 с чем-то, в 50 уже там на грани старости, и 60 якобы уже старый человек пожилой. Хотя на самом деле не совсем это так. Это скорее связано с периодами, циклами нашей жизни, когда у нас накопительный период, накопительный, скажем, элемент нашей энергии проявляться начинает. Вот первый результат нашей жизнедеятельности начинается в 30 лет, потому что до 30 вы еще можете только накапливать, и вроде вам ничего не проявляется, и все равно проявляется все в мягкой форме, а вот после 30 там уже идет заклад, то, что был сделан до этого. И в 45 обычно следующий цикл, который идет, это космический цикл развития тела, в 45 следующий цикл, когда идет развитие проявления того, что вы заложили до этого. И дальше там в 60, 60 с чем-то, 63, тоже около 65 следующий цикл. То есть эти циклы не разделены конкретным каким-то там количеством времени, может быть математически это как-то вычисляется, я не спорю, не буду говорить, но они определяют рост нашего тела. То есть наше тело растет таким образом, что в определенные сроки того, как оно формируется на тонком энергетическом плане, у нас доформируются определенные энергетические тела, и соответственно они проявляются в эту реальность. Кстати, я очень часто замечала такой вопрос, почему у некоторых детей, вот я видела люди рождаются с тяжелой кармой, но она у них не проявилась в детстве вообще никак. То есть человек мог жить счастливо даже идеально, а потом резко в 30 там прям как обрубилось, и там в 40, и прям вообще все плохо пошло, какая-то новая волна, которой в жизни никогда не было. То есть бывают такие ситуации. Я думала, почему же так происходит? Когда я таких людей сканировала, я замечала, что у них тонкие тела, которые отвечают за проявление именно этого аспекта, еще не сформировались. И они формируются, скажем, дорастают в 30 годах или к 40, и после этого, как только тело выросло, созрело, оно начинает проявляться. То есть в зависимости от наших с вами кармических проблем задействованы те или иные энергетические тела. Некоторые энергетические тела уже с детства активны, а некоторые только в определенном возрасте. И тогда в каком-то возрасте у вас там щелчок, и жизнь вот по какой-то линии пошла. При этом, конечно, у всех эта разница возрастная немного варьируется. Там плюс 2-3 года, допустим, я вот 30 лет назвала, от 30 до 35 в среднем варьируется опять же вот этот график, потому что, конечно же, вы не одинаково взрослете, не одинаково у вас вырастают тела тонкие. Но тем не менее, в среднем сроки одинаковы. Соответственно, нужно понимать, что если мы не занимаемся своим здоровьем и очищением, знаете, это как людей учить мыться в душе каждый день. Вот раньше люди не мылись, да, они удивлялись, почему они умирали от болезни в таком раннем возрасте. Им было это непонятно. Но, по сути, вы должны понимать, что энергетическая грязь – это тоже грязище, которое человек набирает, и он подхватывает всякие инфекции, заболевания, заразы за счет того, что он грязный весь, немытый. И после этого на определенном возрасте, в определенной стадии у него уже такие серьезные заболевания, что он не может с этим смириться, начинает стареть, физически болеть и умирать. Мы должны относиться к энергетической чистоте так же, как к физической чистоте, и соблюдать ее, уделять этому особое внимание. К сожалению, людям, конечно, это вот ново совершенно, и у нас только якобы эзотерики этим занимаются, а остальным людям не нужно этим заниматься. И речь идет не совсем о психологии, наверное, больше о парапсихологии, потому что, по сути, вот то, что у вас набран этот груз, он идет с детства, а в детстве якобы по психологии с момента рождения и зачатия даже закладывается информация, но по большому счету она до этого еще закладывается, и уже начиная оттуда вы набираете определенный груз проблем. Вот эти проблемы нарастают, 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 и в принципе, если вы ничего не будете с ними делать, то можно там даже просчитать примерно, в каком возрасте у вас будут болезни, когда вы там будете стареть и когда вы начнете умирать медленно. То есть это можно математически просчитать. Я даже не говорю, что это предсказание будущего, но элементарно при вашем движении, при наличии кармы, наличии энергетических структур, которые у вас есть, потоки жизни, потоки времени имеют скорость движения. Знаете, это как математическая задачка. При такой-то скорости потока времени и при такой-то данности, которая у вас есть, которая с такой-то скоростью имеет сопротивление скорости потока времени, как скоро у вас будут определенные результаты и какие. Реально это вычисляется, я, кстати, легко это тоже просматриваю, вычисляю, единственный момент, это вычисление, конечно, оно теоретическое, потому что люди неосознанно даже хоть как-то меняются, жизнь их меняет, но если они самосознательно этим занимаются, то можно избежать множества проблем, особенно предвосвятить проблемы со здоровьем в будущем и какие-то там серьезные трэшовые такие аспекты в стиле, знаете, всю жизнь жил, а потом резко обнулился, обанкротился, потерял там все деньги, всю квартиру, развелся, семья его бросила и так далее, чтобы таких вот моментов избежать, это тоже заранее можно предвидеть, потому что если в вашей жизни происходят такие моменты, что вы двигались, двигались, а потом все обрубилось и вот так вот началось, это говорит о том, что вы накопили определенный потенциал энергии, который вот так проявился, то есть в принципе накапливалось то много лет, можно же это было все предвосхитить и к этому не подходить. Я, кстати, свое будущее заранее даже предвосхищаю, предвижу многие моменты, потому что я вот не хочу так вот жил-жил и провалился в дыру, меня как-то не вдохновляет такой образ жизни и к тому же жизнь становится страшной, да, жизнь становится страшной и непонятно якобы к чему это приведет, хотя я понимаю с точки зрения закона в принципе движения энергии, что ты в любом случае придешь к тому, что ты посылаешь пространство, то есть нужно осознанно подходить к тому, что ты проецируешь. Но при этом ты, конечно, живой человек, разумеется, ты испытываешь эмоции, там негодование, там еще что-то, накапливаешь разные эмоции, но речь, кстати, вот как библейская на покаянии идет не в том, чтобы ты все отпустил, все забыл, прекратил все делать и если сделал, то сразу потом постригся в монахи и ушел, а в том, чтобы ты хотя бы занимался элементарной внутренней чисткой. Вот, допустим, религия предусматривает этот момент в качестве служения, молитв и отдачи себя Богу. Когда ты себя отдаешь, ты, по сути, отдаешь себя божественным потоком, ты входишь в поток жизни, в поток как раз движущей энергии времени, и она в теории максимально смывает с тебя все, что в тебе есть. То есть это как стать под водопад. Водопад все равно смывает грязь, по крайней мере, а шмотки грязи он смоет. Но, конечно, он не вымоет там грязь, которая у вас там где-то запрятана, под одеждой там и еще что-то. То есть надо раздеваться полностью, взять там какое-нибудь мыло, намылиться. Вот тогда мытье у вас будет полноценным. Также и здесь одних молитв и обращения в поток недостаточно для того, чтобы полностью очиститься. Потому что вы знаете, что многие люди, они вообще такую странную жизнь ведут, что этого вообще даже, мягко сказать, недостаточно. Поэтому, ребята, вы периодически, постоянно, какие бы у вас проблемы ни были, какая бы у вас ситуация в жизни ни была, должны заниматься тем, что вы пересматриваете свои прошлые, накопленные эмоциональные переживания, не переживания, а даже эмоциональные какие-то ситуации и отпускать их. То есть развязывать узлы, распускать. В любом случае узлы эмоциональные у нас завязываются тогда, когда человек не знает, как среагировать на ситуацию. Кстати, вот даже хочу подробнее этот момент рассмотреть. Опять же, такая у нас базовая лекция для новичков, но она очень необходима. Дело в том, что очень многие думают, что эмоциональные узлы возникают только тогда, когда человек, к примеру, там злится очень сильно или не злится, а переживает, у него бешеные эмоции, создался эмоциональный узел. Но не всегда так, не обязательно. Эмоциональные узлы создают любые ситуации, которые не поняты человеком. То есть у него может быть просто шок или просто никакой реакции. Знаете, бывает иногда событие в жизни происходит, и ты не знаешь, как реагировать, никак не реагируешь. У тебя то ли шок, то ли страх, то ли непонятно чего, что это было. Но в любом случае ты вышел из стабильного эмоционального состояния. Это тоже создает отпечаток. Даже ситуации малозначительные, когда ты думал, что это было, прошло это или не прошло, и думаешь, ладно, лучше забуду и не буду об этом думать. Вот, кстати, большинство людей так поступают. Забыл и не буду об этом думать. Но ситуация отпечаталась, и узел создался. И вот это все накапливается. Чем чреваты вот такие вот более пассивные варианты самовыражения эмоционального? Если вы забыли и не хотите больше об этом думать, то вы в такой ситуации открываете дверку для доступа в вашу жизнь негативных обстоятельств с точки зрения магии. Это нападения, вампирические подключки и так далее. Очень часто многие подключения, черномагические конструкции заходят на то, что человек где-то был просто в шоке или не знал, как на это среагировать. Этого достаточно. Такие вещи мы даже забываем, потому что мы решили не думать об этом и забыли очень быстро. Да и зачем? Это вроде не такая страдальческая ситуация, и так много вы не страдали. Но вы не сделали из этого вывод. Поймите, любая ситуация, которая выводит вас хоть из какого-то эмоционального баланса, в котором вы там находились, как бунда, ну, к примеру, в идеале должны находиться, но хотя бы у вас какой-то среднестатистический идеал есть, даже если она не негативная, а непонятно какая, то есть если она счастлива, это хорошо, наоборот, это вам позитивный плюс, вы набираете позитивную энергию, которая, разумеется, в будущем вас спасет, поможет, будет вашим ангелом-хранителем, реализует хорошие события для вас. Но если ситуация негативная или нулевая, это одинаково плохо, то есть она никакая, в большом счете, потому что это тоже накапливается и открывает двери, как говорится, в инфернальные миры, как у нас называется магии в эзотерике, двери к темно-магическим структурам. Потому что любой выход, еще раз повторюсь, из балансированного эмоционального состояния вызван вашей неправильной реакцией на ситуацию, вашим непониманием ситуации, какой она является на самом деле. В чем тут смысл? Почему этот узел создается? Потому что, помните, я вам много раз говорила во всех видео, в последнем видео в инстаграме, я говорила вчера, и сегодня повторюсь, есть разница, в чем разница между правдой и ложью, хорошим и плохим, правильным и неправильным мышлением. Правильное мышление – это то мышление, которое способствует развитию, созиданию, способствует развитию жизни. Неправильное мышление – то, что идет к разрушению, к ограничению, останавливает и, соответственно, ведет к разрушению любой жизни, в любых аспектах проявления от вашего мышления, эмоционального восприятия, психического восприятия, до ваших поступков, действий и реализации. Почему это так? Потому что это имеет в себе сакральное значение. По сути, когда вы идете в потоке жизни, образно так, как мы назовем, способствующему развитию, вашему развитию, развитию окружающего мира, действительности, вы идете в глобальном божественном потоке, потому что общий поток божественной силы способствует развитию жизни, созданию ее вокруг вас и созданию всего, скажем, что несет после себя также жизнь. И это и есть божественный поток созидательной энергии. То есть это есть бог в понимании религиозном, если мы так на это будем смотреть. То есть человек, если в боге, либо, переводя на материалистичный язык, в потоке времени находится, в ногу со временем идет, имеется в виду здесь не мода, какая-то технологическая и прогресс, а имеется в виду адекватная сонастройка с изменениями, которые происходят вокруг вас, и позитивное встраивание в эти адекватные изменения. Соответственно, если вы идете в потоке времени и находитесь в боге, то вы в течение движетесь и движетесь к жизни, к развитию, все ваши сферы, все ваше внутреннее состояние движется к жизни и движется к успеху, к удаче и имеет созидательный результат. Если вы где-то не в ногу со временем идете, где-то застреваете и где-то ваша нога движется не в потоке и движется чуть-чуть медленнее, то возникает застревание, блоки, которые встречный жизненный поток энергии, божественный, грубо говоря, об себя разбивают. И чем больше поток божественной энергии встречный разбивается об ваши стены, тем сильнее у вас начинаются проблемы. Они все сильнее и сильнее, там болезни, материальные проблемы и так далее. То есть узлы создаются в результате таких закупорок стен энергетических, когда вы в какой-то момент времени, в какую-то секунду были не в потоке и находились не в боге, а вышли за его пределы, за счет какой-то определенной реакции. Поэтому любая реакция, которая является таковой, она создает узел. То есть образуется узел, стена, блок и ограничитель. Вот эти те самые узлы, которые накапливаются, как вы поняли, если стена возрастает между вами и созидательным потоком жизненной силы, жизненной энергии, божественной энергии, то у вас эти проблемы все больше и больше и больше. Сначала эта стена может быть незаметной, вы просто идете, потом вы идете просто спотыкаетесь, потом вы идете, вам приходится обходить эту стену, перешагивать, а потом вы об нем врезаетесь, ударяетесь, а потом она становится такой мощной, что вы мимо нее уже и не пройдете. То есть вот почему эти потоки, вернее, вот эти блоки нужно постепенно, постоянно, вернее, убирать, постоянно заниматься чисткой. Люди не понимают всю серьезную ситуацию, того наплевательства, с которым они относятся к своей жизни и к проживанию своего опыта. И особенно в период, там, скажем, до 30, от 30 до 40 лет, им кажется, что все вроде нормально шло и так оно и должно идти, но оно никогда так не будет идти. Знаете, как многие люди в возрасте говорят про здоровье. В молодости я думала, что со здоровьем никогда нет проблем, потому что я об этом не думал. А потом, когда прошло время, я поняла, что об этом постоянно приходится думать, потому что множество проблем. Но точно так же это, по сути, результат вот этих эмоциональных скоплений неправильных. Значит, развязываем, по большому счету, мы их точно так же, понимая основной принцип движения энергии. Вот это, кстати, почему-то люди не понимают. Они думают, что для того, чтобы развязать эти узлы, кармические узлы, или эмоциональные, нужна какая-то супертехника, какие-то особые знания, или ходить к психологу. Ну, к психологу иногда можно ходить, когда вам самому сложно. Но опять же, на самом деле, не так уж это сложно, если головой понимать, и немножко сам вот физические процессы осознавать, как эта энергия движется физически. Если любое сопротивление жизненному потоку, это есть всего лишь сопротивление ему в виде ограничителя, в виде какой-то стены, то все, что вам нужно, это убрать это сопротивление и выстроить поток жизненной энергии, направиться, скажем, по течению этой энергии. С одной стороны, это можно сделать механически, то есть представить вот этот поток жизненной энергии божественной, увидев, что у вас в этом потоке не протекает насквозь и не движется, то есть представить, что вы энергия, которая течет навстречу этому, потоку. И везде, где вы не протекаете и врезаетесь, это у вас моменты есть, которые ограничивающего характера, блокирующего. Кстати, я эту технику тоже примерно много везде давала, где в разделе для новичков это простейшая механическая технология того, что мы называем психологией и парапсихологией. С точки зрения психологии и парапсихологии достаточно понять один основной принцип. Что же такое с точки зрения психологии двигаться навстречу божественному потоку? Это значит правильно мыслить. Правильное мышление, как я много вам раз объясняла, это мышление, которое ведет к вашему развитию, к вашей удаче, к вашему успеху, к вашей любви к себе, принятию и так далее. То есть любое мышление, которое вас ограничивает, создает вам проблемы или расстраивает вас, тем более вводит в депрессию, никак не может быть правильным. Ну, никак. Вот даже я сколько раз учу, все равно каждый раз, как в первый класс. Каждый раз, как в первый. Вот мужу тоже много раз объясняла эту теорию, рассказывала ему, и опять же он говорит мне, что вот я размышляла тут над ним вопросом, и вот я вошел в депрессию очень расстроенный, пришел весь замученный, такой весь, вот я понял, что жизнь ужасна. И я говорю, вот то, что ты понял, тебя ввергло в такую ужасную депрессию, это говорит о том, что это вранье и неправда. Я говорю, ты заблуждаешься, я даже уже не выслушав твою теорию, уже поняла, что она неправильная. И когда уже мы начали разбирать, разумеется, она неправильная, потому что любая теория, создающая ограничения, она не идет в ногу со временем, она не идет в ногу с реальностью и, соответственно, с Богом. Поэтому каждый раз, когда человек в результате его всяких событий необдуманно не размышляет над этими событиями, делает выводы, которые его не двигают дальше, не двигают вперед, не дают ему какое-то вдохновение, воодушевление, понимание, которое его поднимает выше, по сути, мыслит неправильно. То есть, какая бы ситуация ни произошла, понятная, непонятная, ваш святой долг сделать определенный вывод относительно этой ситуации. Вообще, запомните, введите себе в привычку постоянно делать выводы относительно всей жизни ситуации и ни одну ситуацию не оставлять без вывода, тем более, если она непонятная или какая-то странная. И каждую ситуацию вы должны подвести именно к созидательному выводу. Даже если она плохая, но не в стиле типа «это урок моей жизни», «да, положено». Нет, именно тот самый вывод, который принесет вам внутреннее удовлетворение. Сейчас мы посмотрим глубже. Вопрос о развязывании узлов кармических и эмоциональных. Помните, вот про сам процесс мышления я вам рассказывала, что мышление должно быть ровным, правильным. Ровное и правильное мышление встраивается в Божественный поток. Это, по сути, мышление, способствующее развитию, раскрытию вас самих и окружающих вас людей. Вы, когда пытаетесь определить, правильно вы поступаете или неправильно, как поступить в этой ситуации и, как, грубо говоря, является с точки зрения моральной вот этот поступок правильным или нет, рассуждайте с позиции как раз-таки общего развития, общего блага, созидательности. Насколько ваше действие реально принесет благо вам и окружающим, насколько действие другого человека принесет также благо вам и окружающим. Нужно шире мыслить. Здесь проблема в том, что не все люди могут мыслить широко. Обычно люди о благе рассуждают только с точки зрения простейшего, не знаю, двухшагового математического действия. Скажем, я ударил человека, ему стало больно, значит, я поступил плохо. А то, что этот человек, допустим, несся и мог причинить вред другим, он был очень опасен, и тем ударом вы там спасли окружающих и в итоге спасли много людей, вы об этом не додумали. То есть смысл в том, что мыслить шире подразумевает аспект того, что вы должны глядеть на ситуацию намного глубже и намного основательной. Вот для этого, конечно, нужен интеллект, не все могут догадаться. Это факт, и я много раз приходила к Уилду, что когда рассуждаешь с людьми, они говорят, вот это плохо потому-то, потому-то, а я им говорю, ну вот посмотри, а вот с этой позиции так-то, а вот с этой так-то, а вот если посмотреть пошире, то вообще эта ситуация вот так-то выглядит. И люди удивляются, надо же, а я вот так не думаю. В итоге широта мышления, это по сути особенность интеллекта, которая присуща не каждому, но ее нужно развивать, ребята. Старайтесь развивать широту мышления, старайтесь шире, шире, смотреть с позиции себя, с позиции себя и оппонента, с позиции вас двоих в коллективе, с позиции вас в коллективе и, скажем, в большой группе людей, там масса, страна, или, допустим, город, в котором вы живете, с позиции планеты и с позиции космоса и вселенной. То есть это уравнение, по которому вы должны учиться расширять свое мышление. В обычной технике, вы знаете, в медитации используют простую медитацию расширение мышления, когда ты представляешь себя как себя, как множество людей, как город, как страна, как планета, как вселенная. Вот по сути тот же принцип используют, только бессознательно, бестолково, не понимая, что они делают. А смысл этого принципа в том, чтобы вы научились шире мыслить, видеть вы шире должны. Не просто там расширяться, видеть себя вселенной и космосом получать наслаждение, нирвану, а понимать сам принцип мышления у вас должен быть шире. То есть, а как эта ситуация смотрится с позиции вот меня лично, или меня и Васи, или меня и Васи, и группа людей, или меня и Васи, группа людей, и города, в котором мы живем, людей все, и там города, грубо говоря, и всей страны, потом всего человечества, планеты, Земля, и космоса вообще, в котором планета с человечеством. Вот вам простое уравнение, по которому вы можете рассмотреть ситуацию, каждую ситуацию, старайтесь рассматривать, расширяя свое восприятие, и вы увидите, что с этой позиции эта ситуация выглядит так, а вот с этой по-другому, а с третьей вот так-то, по четвертой вот так-то. То есть, если расширять свое восприятие, ситуация может уже иметь другие, скажем, грани видения ее, с одной стороны, но с другой стороны, если ее расширить до Вселенной, скажем, до нашей, то по сути, есть лишь одна грань правильного восприятия этой ситуации, которая сонастроена с глобальными, бешено-огромными, гигантскими процессами, все остальные процессы, которые не сонастроены с этими гигантскими процессами жизни, с самим Богом, они стремятся к разрушению и ведут к деструктивным результатам. И поэтому настраиваться с ними не то, что нет необходимости, ни в коем случае нельзя. И если потом вы вернетесь с расширенного восприятия этой проблемы в свою единичку, самого себя, вы поймете, что вы поступаете правильно, но не с точки зрения лично этого человека и даже не группы людей, в которой вы находитесь, а с точки зрения вообще понимания правильности, правильного поступка. Потому что правильный поступок, он сам по себе правильный. То есть правда, она просто есть, ее не нужно доказывать. И вот эти моменты, люди думают, что если группа их поддержит, если масса людей поддержит, то они поступят правильно, но нет. Поддержка еще не показатель правильности вашего поведения, а показатель правильности вашего поведения, это его соответствие божественным принципам, которые нужно понимать в своей голову. Первый момент, более-менее мы поняли разбираться логически. Но есть второй аспект на самом деле, эмоциональные узлы. Это намного сложнее, потому что эмоциональные узлы, они базируются на логической конструкции, но в последующем нарастает некое эмоциональное состояние, которое вызвано еще другими логическими конструкциями, другими неправильными выводами до этого. Они набрали определенный потенциал, и теперь в эту ситуацию вмешался потенциал еще прошлых ситуаций. Получается система, знаете, как древовидная система. Вот вы показываете определенную точку в этой древовидной системе множества веток огромных, а по сути, чтобы вот эту точку убрать, чтобы, скажем, спилить именно эту ветку, вы хотите конкретно избавиться от нее, а впоследствии избавиться от самого корня, понятное дело. Но чтобы спилить эту ветку, нужно еще понять, где начало этой ветки. Потому что вы можете спилить, и вот вы видите конец ветки, ну или, скажем, какую-то часть ветки, вот чтобы разглядеть полностью, какое конкретное ответвление со всеми этими ветками надо спилить, надо еще там проследить эту древовидную систему, куда она уходит. И в итоге для того, чтобы просто элементарно развязать простейший эмоциональный узел, вы разозлились там где-то на ситуацию, или не как-то шоково среагировали, вы заглядываете дальше в прошлое, еще в прошлое, еще, и там было миллиард ситуаций, где у вас вот эта эмоция нарастала постепенно. То есть ее развязать крайне сложно, и вообще понять, как она развязывается, потому что узел это вот утрированно сказано, энергетический эмоциональный узел. На самом деле это целая узловая мощнейшая конструкция, состоящая из множества катушек, которые надо развязывать, развязывать, развязывать. У людей не хватает терпения всегда. Да, это ювелирный скрупулезный труд. Для этого нужно иметь особый талант, чтобы с бешеным желанием этим заниматься, постоянно развязывать. Но мы эту проблему понимаем только с точки зрения механики. То есть мы понимаем, что развязывать чисто механически. Берешь клубок с узлами, и механически эти узлы развязываешь. Но опять же не понимаем, что за процесс происходит. Это же ваше мышление, это же ваши эмоции. То есть как вы их должны развязать? Как вы эти потоки эмоций должны вернуть в правильное русло, в правильное состояние? Опять же возвращаемся к главной теории понимания правильного и неправильного поступка. И сообразно этой главной теории есть ощущение правильности и ощущение неправильности. Так вот, ощущение чувства правильности, это тогда, когда вам легко, хорошо и прекрасно. Когда вам тяжело, плохо или как-то ужасно, это неправильные эмоции. Она вызвана неправильными выводами и неправильными мыслями. Все очень просто. То есть, когда вы разбираете свои эмоции через мыслительный процесс, через рассуждение, анализ, там, ситуации, а вот почему он так поступил, почему я так поступил, почему мы так поступили, почему такая ситуация сформировалась. То есть вы расширенно смотрите со всех позиций, с позиции людей, участников процесса, с позиции своей, с позиции вообще левых людей, не участвующих в процессе. То есть это вот такое вам, скажем, уравнение, что-то вроде задачки для решения. И когда вы со всех позиций все это рассматриваете, ваша задача прийти к эмоциональному ощущению облегчения. То есть вы эмоционально, из глубины души должны испытать облегчение. Не умственно в голове, что вы решили задачу, а изнутри легкость должна возникнуть. В чем разница? Иногда ум обманывает себя, и мы испытываем временное облегчение, когда мы себе врем. Скрываем какие-то проблемы, которые есть, но мы делаем вид, что их нет, и нам как бы легче становится несколько всего, да, их нет, проблем нет. Вот прекрасного представишься, когда проблем нет. Там отчасти правда в основе своей ложь, потому что по большому счету проблем реально нет. Мы их создаем в своей голове, и когда мы настраиваемся на чистоту, что проблем нет, чувствуем, что они отсутствуют, у нас создается облегчение, но оно ложное, потому что оно происходит за счет игнорирования того, что реально есть. Мы должны вернуться к этому состоянию, оно верно, но только не за счет игнорирования имеющихся проблем, а за счет их отпущения, восстановления на правильный лад, правильное русло. И отпускаем мы эти проблемы только когда мы приходим к верным выводам. И вот это ощущение облегчения возникает на самом деле в правильном контексте, не только эмоционально, даже не умственно в большей степени эмоционально, но и в физическом теле. Показатель этого облегчения это физика, это показатель, который никогда не врет, потому что когда мы врем сибири, у нас какие-то проблемы, в физике, в тех или иных частях у нас присутствует какое-то напряжение и некий нервоз. То есть присутствие напряжения и нервоза, это аспекты, показывающие то, что вы где-то какие-то моменты своей жизни заткнули далеко, заглушили, и не хотите их слышать, узнавать, видеть и смотреть, на них по разным причинам. Но когда вы начинаете разбирать какую-то проблему, и эмоционально действительно приходите к правильным выводам, то есть вы, эмоции это следствие нашей системы убеждений, вы себя убеждаете или приходите к тем выводам логическим, которые действительно вызывают у вас эмоции правильного характера, освобождающего характера, то вы испытываете бешеную, огромную легкость, которая отражается в вашей физике, вас тут же отпускают какие-то части вашего физического тела. Но, как вы понимаете, разумеется, это отражается на здоровье, разумеется, отражается на отношениях с людьми, на вашей жизни, психике и так далее. И вот когда тело реагирует на то, что оно отпускает ваше внутреннее эмоциональное состояние, это уже показатель того, что вы на правильном пути, то есть ваши выводы правильные. Как вы поняли, механизм развязывания узлов, распутывания всех эмоциональных узлов, отпущения всех своих проблемных моментов состоит из трех основных этапов. Это первое, умение ставить себя на другое место, то есть вы рассуждаете с позиции разных аспектов, разных людей, разных ситуаций. Второе, расширение своего восприятия, то есть вы смотрите с позиции от малого к более большому и широкому, выявляя в этом всем одну единственную правильную вещь, то есть то, что повторяется на глобальном уровне и на всех остальных уровнях, кроме тех уровней, которые нарушены. И третий вариант, вы приходите к правильному умозаключениям и выводам, что же значила эта ситуация для вас, для вашего понимания, для вашего состояния, при которых у вас возникает облегчение и реальное отпущение множества проблемных ощущений и вообще эмоционального состояния. Вот тогда вы мыслите верно. То есть элементарно, для того, чтобы развязать кармические узлы, узлы эмоциональные, отпустить эмоции каких-то прошлых событий, вам нужно правильно мыслить, вам нужно их пересмотреть и прийти к правильным выводам. Вроде просто звучит, но никто не понимает. И меня удивляет всегда, почему люди спрашивают, как это делается, как мне прийти к верным заключениям, дайте мне технологию, как я должен развязывать узлы, отпускать свои проблемы. Думаю, какая технология в том, чтобы людей научить просто правильно мыслить, но явно в какой-то момент были неправы где-то по отношению, может быть, к другим, может быть, к себе самому были неправы. Может быть, по отношению даже не к себе самому, не к другим, а к жизни вообще. То есть вы сочли, что жизнь такая, а она не такая. Вы зря так подумали о самой жизни. То есть вы просто были где-то неправы. Вы должны пересмотреть и правильным образом проглядеть эту ситуацию. А люди создают из этого какую-то бешеную проблему, что какая-то супертехника должна. А само это заблуждение на самом деле держится на том, что мы с вами не понимаем, как устроен процесс мышления. И что такое правильное и неправильное мышление? Элементарные понятия у нас с вами отсутствуют. Элементарные понятия того, как устроен процесс мышления и того, как он идет в ногу со временем, как он устраивается поток. По сути, если ваши эмоции, если вы испытываете правильные эмоции, то есть правильные эмоции, это те эмоции, которые развязывают узлы, которые создают вам легкость. Запомните, это не эмоции, которые правильные с точки зрения логики и морали, которые нам выстроили. То есть правильно испытывать любовь и гармонию, радость и счастье везде и всегда. Нет, правильно это то, что вы испытываете в легкости и вам легко дается. Имеется в виду, конечно, не патологическое эмоциональное состояние, сейчас я чуть-чуть про это позже поговорю. А имеется в виду то, что у вас естественно проявляется. Допустим, некоторые черты характера у людей проявляются настолько естественно, это просто они сами, они себе не врут, они не лгут, они пребывают в любви. Это их характер, это их естество, а все вокруг их осуждают, что у них плохой характер, неправильный характер, что они неправильно себя ведут, что якобы их характер портит окружающую среду у людей вокруг. Хотя на самом деле это ложь, это неправда, потому что они поступают правильно, это просто их естество. Другое дело, что люди вокруг неправильно реагируют, и они неправы, говоря человеку в укор что-то, что у него что-то не то с характером. То есть вы должны научиться четко понимать, что такое правильное мышление, правильные эмоции. Правильные эмоции, эмоции, которые с легкостью проявляются, правильное мышление, которое, соответственно, не просто в легкую вам дается, а то, что вам приносит благо, развитие и дает вам благие результаты. То есть мышление, в результате которого вы пришли к правильным эмоциям, правильное мышление. А правильные эмоции, это те, которые вам приносят облегчение, легкость, освобождение. Мышление, которое приводит вас к тяжелому эмоциональному состоянию, к ограничениям каким-то, к переживаниям, физическим переживаниям, неправильное мышление. Все очень просто. Вот элементарные понятия мы вот как вот корень, коренную систему мышления с вами даже не осознаем. А по сути, даже вот то, о чем я говорю, это вот не мое мнение. Это не восприятие реальности с одной из грани. То есть это правда, это элементарное понимание законов устройства мира, в котором мы с вами находимся. Если мы этим законам соответствуем, то все хорошо. Если мы не спрыгиваем с десятого этажа, зная, что гравитация убьет нас, то мы не умираем, понимаете? То есть есть элементарные знания, которые не являются чьим-либо мнением. Правда, она просто есть. И я вас призываю к тому, чтобы вы стремились к таким знаниям. Не к точке воззрения, не к мнениям, не к восприятию с точки зрения грани восприятия, а к знанию о правде, которая есть лишь отражение закона физики. Наше свое мышление, наши эмоции, наши чувства все подвержены общему закону физики. И мы этому закону должны соответствовать, чтобы жить, чтобы у нас всю жизнь было хорошо, получалось, и мы были счастливы, успешно реализованы. То есть это закон счастья, элементарный, простой закон счастья. Ну и следующий момент, про который я хотела, конечно, вам рассказать, чтобы вы ни в коем случае не путали вот это облегчение с патологией. Патология – это когда мы с вами испытываем облегчение временное за счет того, что игнорируем, еще раз повторюсь, или защемляем где-то реальные факты, которые действительно есть. В таком контексте действуют всякие маньяки или плохие люди, нехорошие, которые вроде испытали облегчение, что так поступили, но поступили они плохо, отвратительно, совершенно неправильно, не по отношению к другим, не по отношению к себе. Не потому, что сам поступок был неправильный, а потому, что относительно их ощущений, их внутреннего состояния, они совершили, грубо говоря, грех по отношению к себе и извратили свое внутреннее состояние. по отношению к себе поступили неправильно. Когда человек поступает неправильно по отношению к себе, он всегда поступает неправильно по отношению к другим. Когда он поступает правильно по отношению к другим, он всегда поступает правильно по отношению к себе. Если у человека нет проблем психологических с верным пониманием себя самого, то у него никогда не возникнет проблем с пониманием этого принципа. То есть ему всегда будет хорошо, когда хорошо другим, и всегда будет плохо, когда плохо другим. И вот это факт. То есть, если вам хорошо, когда плохо другим, это уже момент номер два. Там присутствует какая-то проблема. Конечно, этот аспект можно исцелять и вынимать тоже, знаете, как хирургическое вырезание опухоли, когда вы причиняете боль другому, вы не можете испытывать от этого радость, но вы это делаете, испытывая боль также для самого себя, чтобы вынуть проблему и вытащить ее, потому что она и у вас есть, и у другого человека, и поэтому вы испытываете то, что вы испытываете боль, это не совсем здоровая реакция. Тогда, да, мы эту боль испытываем и люди испытывают эту боль, но есть реальная настоящая боль, когда вы, скажем, пресекаете энергии души, потоки души, это один вид состояния боли, а есть боль, которая происходит в результате того, что высвобождают вас действительно неправильные моменты ваше восприятие за счет того, что вы за них держались. В основном такая боль создается, когда вы склеиваете что-то созидательное в себе, приклеите к чему-то деструктивному, считаете, что это одно целое, то есть это все равно, что ложка дегтя в бочке меда. Мед сладкий хороший, деготь невкусный, противный. И вы считаете, что это одно единое блюдо, и поэтому оно правильное полностью, и, соответственно, кто пытается это разделить, совершает, причиняет вам боль. Но если вы поймете, что это отдельные вещи, отдельные элементы, если их разделить, то мед будет медом, а деготь все равно будет дегтем, то вы боль не будете испытывать, потому что мед останется при вас. То есть сколько раз я наблюдала, люди испытывают боли, переживания всегда при практике, в том числе в моих энергоработах, только при одном случае, если те моменты деструктивные, которые я вынимаю, помогаю им проработать, помогаю их себе убрать, понять и сознать, они считали чем-то хорошим, потому что они ощущения хорошие к этому приклеили. То есть мыслительная конструкция неправильная, приклеена к какой-то хорошей эмоции, которая также приклеена к неправильным эмоциям. Если это узел, то есть это вот переплетенность такая, прошивка, она и называется прошили, пришили, то есть пришили какую-то гадкую конструкцию. Если мы переберем эту конструкцию, разделим все на части отдельно, и действительно у нас отделится то, что плохое, у нас негативно чувствуется, то, что тяжелое нам плохо ощущать, а хорошее, то, что мы хорошо чувствуем, мы отдельно разделим, то мы никогда боли не будем испытывать, нам не будет больно, потому что все хорошее не тронут, оно наоборот развивается, наоборот усиливается, нам хорошо становится, а все плохое, оно, разумеется, убирается, но нам легче от этого становится. Мы всегда испытываем от этого облегчение, всегда абсолютно, кроме того момента, когда у нас это спутано. Соответственно, первый момент, когда вы перепутали плохое и хорошее в одну кучу и считаете, что хорошее вас отнимают, но запомните, хорошее ощущение, хорошее состояние никто вас никогда не отнимет, А вот плохое затронуть могут всегда. То все, что отрывается, ломается, разрушается, уничтожается, разрывается, это все деструктивное. Все, что хорошее, невозможно разрушить, сломать, уничтожить, забрать. Разве что можно загасить тем, что закрыть. Но то, что закрыто, всегда можно открыть, поэтому его всегда можно и обратно выпустить. Второй аспект патологии, это когда у нас настолько все зажато, что мы отрицаем это. То есть этого нет, этого не существует, полное отрицание. Соответственно, там идет стена непробиваемая, которую невозможно пробить. И при любой попытке ее пробивать, человек всегда отбивается, всегда он отскальзывает, потому что он отрицает это существование, отрицает допустимость тех эмоций, тех чувств, которые вы пытаетесь ему передать и сказать. И отрицая их допустимость, он элементарно не допускает возможности их прочувствовать. Он их не хочет увидеть, потому что для того, чтобы вас понять, нужно вас прочувствовать. Он, соответственно, не прочувствует ваши эмоции, все абсолютно закрыто, и это не существует в его реальности, этой реальности нет. И в итоге патологические состояния могут создавать нам ложное облегчение. В первом случае, соответственно, если человека не причинять ему болевые ощущения, не ковырять его. Во втором случае, если его вообще не трогать никак и не пытаться им ничего доказывать. То есть в любом случае нужно не трогать, не ковырять, ничего не доказывать, никак не касаться, никак не подходить. Только в таком контексте этот человек чувствует облегчение. Соответственно, он для того, чтобы себе ощутить это облегчение, вместо того, чтобы распутывать, развязывать, снимать эти стены, которые его закрывают, не дают ему прочувствовать, понять, о чем говорит другой человек, он закрывается все больше и больше, старается защищать свою вот эту прошивку тем, что отбивает любые мысли, эмоции, которые этому не соответствуют, игнорирует их, пытается их уничтожить, воспринимает это как агрессию и испытывает облегчение, когда у него получается подавить любой источник, который ему пытается развязать это, убрать или как-то намекнуть, что это неправильно. В итоге это временное облегчение, по сути, это даже не облегчение, это скорее сравнение состояния до и после, то есть у него было определенное состояние, в котором он ровно находился, потом пришли люди и выбили его из этого состояния, и если он от этих людей избавится, гадости про них наговорит, наедет их или как-то заткнет их, то он вернется к тому состоянию, когда ему ничего не говорили, и оно вроде как легче, чем было до этого, но по факту это несравнимо с реальной легкостью и настоящим облегчением, если бы он распутал эту ситуацию. Единственное, что выдает вот такую ложь в себе самом, это ваше физическое тело, потому что можно себе лагать сколько угодно, покрывать это, все закрывать, выворачивать, переворачивать, с одной позиции на другой перепрыгивать и под этим углом, и под таким углом, и под третьим углом, но ваше физическое тело даст себе знать в виде зажатости, психологических каких-то моментов, в виде защемлений, физических заболеваний вследствие, это уже с возрастом, Конечно, молодые люди могут себе больше позволить всяким выворотом, заворотом заниматься с возрастом. Больше проблем с этим потом становится. Но финансовые, материальные проблемы в личной жизни. То есть это показатель того, насколько вы врете. Потому что правдивый человек живет счастливо. Чем больше правды у человека, тем больше у него истины в жизни, тем более он реализован, тем лучше у него получается. Человек, который находится в Боге и стремится к правдивой реальности, стремится к энергиям правды. Я, конечно, понимаю, что мы все несовершенные и действительно у нас у всех проблемы в силу нашего нынешнего общества, нынешнего воспитания. Поэтому не будем это отрицать. Но тем не менее, чем более сложен у человека жизнь, тем более человек правдив, можно сказать сразу же по нему. Чем менее сложна жизнь, тем больше он врет себе и окружающим. И тут спор, вот многие люди спорят, когда два человека стоят, и один более реализован в каких-то аспектах, а другой менее реализован. И менее реализованный человек пытается спорить, учить чему-то более реализованному, что-то рассказывать ему. А по сути он больше врет, он во лжи больше живет, чем второй человек. И чем он может говорить и учить, тем более, другого человека, который явно меньше себе врет, более развит и на ступеньку дальше. Поэтому это тоже такая распространенная проблема противостояния между друг другом, создания различных конфликтов. Но вы должны одно понимать, что он никогда не врет ваше тело, оно всегда говорит правду. Истинное освобождение освобождает вас и вашу физику, дает вам те ощущения, которые вы даже ранее не испытывали, или, наверное, если испытывали, то где-то в глубоком детстве очень далеко. И даже более того, человек, который ни в чем не врет, это пробужденный человек просветленный, который в потоке Бога находится и полностью реализован. Он, по сути, находится в детских энергиях, вот в тех энергиях, которые он испытывал из детства своего, они полностью его обволакивают. И это вот и есть нирвана. Нирвана, как говорят правильно, это возвращение в детство. Это когда вы находитесь в детском возрасте еще без проблем, даже в младенчестве, когда их даже в голове еще нет, вы их не понимаете и не испытываете. Вот что такое правильное мышление, вот что такое технология возвращения в правильное мышление. Это элементарное понимание техники развязывания узлов, очищения четвертой чакры, свое сердце от переживаний, от эмоциональных каких-то чувственных завязок второй чакры и так далее. Если у вас эти узлы развязаны, то вы будете жить в правде. Если вы живете в правде, то вы правильно мыслите. Если вы правильно мыслите, то вы правильно действуете. Если вы правильно действуете, то вы привлекаете правильную ситуацию в своей жизни, и ваша жизнь складывается идеально гармонично для вас, делая вас счастливым, удачливым, и у вас все получается. Простое математическое уравнение, правды, правильности и понимание жизни, которое является основным законом. То есть это элементарное знание о том мире, в котором мы живем, и не более того, и никакие мнения, и никакие другие супер точки воззрения. Это все, что я вам хотела рассказать. Основное в этой лекции про этой техники. Можно даже, хоть это техника для новичков, но базовые такие знания, но, как показала моя практика, к сожалению, даже люди с большим опытом и практикой работы в магии этим знанием не обладают, они не понимают основного принципа движения, своего умышления, что такое правильное мышление. Но если вы пройдетесь, опять же, по этим азам, по этой математике базовой, будете проводить эти практики для себя, пересмотрите все свои жизненные ситуации с учетом этого принципа, и будете все жизненные ситуации рассматривать с учетом этого принципа, очень быстро ваша жизнь сменится к лучшему, очень быстро вы будете счастливее, удачливее, радостнее, и в вашей жизни будет многое складываться. Поэтому хотите быть счастливым, научитесь правильно мыслить, испытывать правильные эмоции и правильно двигаться по жизни. Основное все. Всем желаю удачи в работе над собой, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok